Сегодня мы откроем вам секрет, как с помощью одного простого метода получить огромную пользу как для мужского, так и для женского организма. Избавиться от простатита, отеков ног, недержания мочи, застойных явлений в кишечнике, в том числе запоров, а также целого ряда заболеваний желудочно-кишечного тракта. Еще и получить отличную профилактику от геморроя. Способ прост и доступен каждому. Какая польза для здоровья вас ожидает? Способ, о котором мы расскажем уже в ближайшие минуты, оказывает комплексное действие на организм. Вот какие эффекты вы получите, если возьмете метод себе на вооружение. Приводятся в тонус ягодичные мышцы, улучшается кровообращение в этой области тела, а значит ткани получают больше питания, кожа разглаживается, а неприятные проявления целлюлита постепенно сходят на нет. Уменьшается риск возникновения такой крайне неприятной и опасной болезни, как геморрой, а все благодаря стимуляции мышечных и соединительных тканей вкупе с усилением кровообращения. Нормализация работы кишечника. Метод является отличной профилактикой запоров, застойных явлений и целого ряда заболеваний желудочно-кишечного тракта. Укрепляются мышцы малого таза, что особенно важно для женщин, так как сильные боли во время менструации сходят на нет. Осуществляется благоприятное влияние на метаболизм, обменные процессы ускоряются за счет стимуляции кровообращения и питания тканей тазовой области. Укрепляется мускулатура корпуса, в особенности косых мышц живота, благодаря чему этот метод может оказать положительное влияние на внешний вид фигуры. Дополнительно, ходьба на ягодицах поможет при отеках ног и недержании мочи различной степени тяжести. Особенно полезен метод для репродуктивной функции как у мужчин, так и у женщин. Этот способ усиливает потенцию за счет улучшения циркуляции крови в тазовой области, является отличной профилактикой и лечением простатита, устраняет застойные явления в области малого таза и в целом оказывает благоприятное влияние на половую систему. Как правильно выполнять упражнения? Да, речь идет именно об упражнении, которое получило вполне понятное и незатейливое название «ходьба на ягодицах». Его прелесть в том, что заниматься им можно без какой-либо предварительной подготовки, без спортивного снаряжения и в любой физической форме. Вы можете начать хоть с нескольких секунд, постепенно увеличивая нагрузку. Техника выполнения упражнения «ходьба на ягодицах» выглядит следующим образом. Сядьте на ровный пол, выпрямите спину так, чтобы она находилась под углом в 90 градусов к поверхности пола, то есть строго перпендикулярно. Выпрямите шею, взгляд направьте вперед, не опускайте его вниз и не задирайте слишком высоко. Втяните живот, но не сильно, чтобы не доставлять себе дискомфорта, и отведите плечи назад, тоже в пределах разумного. Слегка согните ноги в коленях и приподнимите над полом, они не должны принимать участие в дальнейшем движении. Напрягая исключительно ягодицы, переминайтесь с одной на другую так, чтобы медленно, но верно передвигаться вперед, без рывков по 5-7 сантиметров за шаг. Во время выполнения упражнения двигайтесь сначала вперед, затем назад. Длительность одной тренировки от 10 до 15 минут. Однако если вам тяжело заниматься так долго, для начала выполняйте упражнения столько, сколько будет комфортно, постепенно увеличивая его продолжительность. Если вам тяжело держать ноги слегка согнутыми в коленях, можете выполнять упражнения на прямых ногах, но не помогайте ими во время движения. Отрывая одну из ягодиц от пола, вместе с ней отрывайте и ногу. Друзья, наша команда постоянно ищет новые методы и рецепты для вашего здоровья и долголетия. Каждому из нас важно чувствовать, что мы приносим пользу. На этом все держится. Поэтому просим всех, кто не подписан на канал, но смотрит его, подписаться. Не забудьте нажать на колокольчик и выбрать параметр «Все уведомления». Важные советы по ходьбе на ягодицах На первый взгляд упражнение простое, но также легко и допустить ошибки, из-за которых эффективность ходьбы на ягодицах будет низкой. Этого не будет, если следовать советам. Следите за тем, чтобы спина была прямой и образовывала с ногами прямой угол. Не помогайте себе руками, они отвечают только за удержание равновесия. Во избежание появления мозоли лучше выполнять упражнения в гладких штанах. Для дополнительной нагрузки можно взять в руки или положить на ноги тяжелый предмет, например, гантель комфортного для вас веса или пару массивных книг. Помните, что главное не количество и продолжительность повторений, а правильность техники выполнения упражнения. Не торопитесь в погоне за результатом, старайтесь во время ходьбы на ягодицах почувствовать все мышцы, которые участвуют в движении. Противопоказания В целом, упражнения безопасны и получить травму при его выполнении маловероятно, но есть ряд противопоказаний. Воздержитесь от ходьбы на ягодицах, если у вас есть болезни кишечника и желудка, сильные поясничные боли и серьезные нарушения в работе опорно-двигательного аппарата. Если все-таки хотите попробовать, сперва проконсультируйтесь с лечащим врачом. Упражнение противопоказано беременным женщинам, а также нежелательно в первые дни менструации, если имеет место быть обильное кровотечение.